Добрый вечер! Мы с вами сегодня сделаем очередное наше усилие, чтобы всего народу было лучше, как не кажется это таким мелким делом, но считается, что любое духовное усилие – это как молитва. И кто знает, пусть никакое дело, пусть никакая молитва и никакое слово не будет мелким в твоих глазах. Вдруг что-то получится немножко лучше. И за наши молитвы, и за наших духовных усилий пожелаем нашим воинам успеха и благополучия, и возвращения пленных, выздоровления раненых. Вот с великим сожалению смотришь, когда есть какие-то неудачи, как упавший вертолет сегодня. Я, например, всегда себя обвиняю. Где-то недомолился, где-то что-то недоделал, недочитал псалмы, что-то. Не знаю, такой у меня характер. Сегодня приготовил что-то не совсем обычное. Мы говорили с Натаном о том, чтобы несколько занятий посвятить событиям 7 октября. Для меня это несколько несвойственно, потому что я предпочитаю заниматься текстами. И каждый уже потом пусть вырабатывает свое понимание. Но, видимо, есть какие-то моменты, которые невозможно обойти, и я хотел бы поделиться с вами своими соображениями. Если у нас останется время, мы с вами обсудим еще что-нибудь. Итак, я поднимаю презентацию. Не знаю, не помню, может быть, мы с вами говорили, но я в любом случае напомню, что меня потрясает то, что эти события столь серьезные для Израиля, для всего народа. они произошли в Суккот, и именно в Ушана-Раба, в последний день Суккоты, который называют Ушана-Раба, такой полупраздничный день, как все хорошо знают. И здесь я для вас поднял календарь в 1946 году. Ушана-Раба, 21 число месяца Тишрея, это не меняется. В 1946 году это было 16 октября. Чем знаменателен этот день? Этот день по нашему календарю с вами – это день суда над народами мира. Хочу заметить, что в Суккот принято говорить, что мы приносим жертвы за народы мира, и мы начинаем с 13 быков, и каждый день по одному меньше. Естественно, речь идет о том времени, когда стоял храм. И в сумме приносится 70 быков. Говорят, что это за народы мира. И это правильно, что это за народы мира. Но, с другой стороны, мы приносим каждый день меньше на одного быка в надежде, что народов мира будет меньше. Так как же? Это молитва за народы мира или это молитва за то, чтобы их было меньше? Это и то, и другое. Когда мы молимся за народы мира, то мы не молимся за то, чтобы они побеждали один, другой, лучше, чтобы они воевали друг с другом, и каждый из них одерживал победу. Один сегодня, другой завтра. И вот это было бы очень странно. И приносить 70 быков за благополучие народов мира тоже было бы странно. Потому что, естественно, что мы должны улучшить и себя, и свой народ, и свою ситуацию. Но одновременно мы думаем и о народах мира. И то, что хотелось бы, и почему мы приносим быков, жертвы за все народы, и почему мы приносим каждый день на одного быка меньше в надежде, что народы уменьшаются, это потому, что мы приносим жертвы за народы, чтобы они пришли к истинной вере. И как это следует из пророков, из Ишаяву, Ихискеэля, Схарья, Цфанья, что до тех пор, пока не утвердится четкое понимание единства Бога, происхождение, всего человечества от человека, созданного, так сказать, руками Бога по образу и подобию, пока не утвердится это понимание повсюду четкое. Не то, чтобы, как мы говорили с вами не один раз про христиан, мы говорим, христианин, когда говорит один, то он два держит в уме, а то и три. С мусульманами того не легче, я не хочу сейчас разбираться во всю их запутанность и отдаленность их религии от настоящего монотеизма, но как мы можем убедиться с ними тоже непросто. Так мы молимся за то, чтобы эти, за благополучие народов и за то, чтобы они перестали быть народами. В каком смысле? Потому что одной из определяющих составляющих народа является его религия, то, во что он верит. Безусловно, в древнем мире это было четко выражено, в наше время, может быть, это менее выражено, но, тем не менее, сохраняется. Так мы приносим жертвы за благополучие народов в надежде, что они останутся народами в культурном плане, сохраняя свой язык, свою забомбытность, но придут к истинной вере и в этом плане перестанут быть отдельными народами. Как всегда, некоторые парадоксы, противоречия, с одной стороны, народы, их 70, с другой стороны, мы хотим, чтобы их не было. Не было в том плане, чтобы они пришли к единой вере и в этом плане не были отдельными народами. Так как каждый будет строить свою жизнь самобытную, со своими обычаями, со своей культурой, это очень-очень было бы радостно, чтобы это было так, при сохранении общей истинной веры во Всевышнего. Это праздник, это праздник Суккот, невозможно не остановиться на этом. Итак, 70 быков, но приносятся они таким образом, что подчеркивается, что народов становится все меньше и меньше. Это то, что хотелось бы сказать об этом празднике, мне кажется, это важно, на это не всегда обращают внимание. Что-то хочется спросить, пожалуйста, и мы можем обсудить по дороге. Таким образом, мы понимаем Суккот, его характер этого праздника, он связан с исправлением всего мира, не только еврейского народа, но и всего мира. И в этот праздник мы читаем и строки главы из пророка Ихискеля, которые говорят о войне Гога и страны Магог. И одновременно мы читаем строки, которые рассказывают о возвращении, о собирании всего народа в Израиле, в земле Израиля. То есть, такой праздник, который носит глобальный характер. И в пророке Ихая говорится, что в будущем все народы будут собираться на праздник Суккот, а тот народ, который не придет, не получит, в храм будет собираться, а тот народ, который не придет, не получит благословения. И тогда, как бы, я надеюсь, что мы с вами как бы держим этот рисунок такого общего характера молитвы за весь мир. И в то же время, как бы, в каком-то смысле, чтобы народы сохраняли, в каком-то смысле, чтобы они убывали. И если мы держим этот рисунок в голове, то нетрудно согласиться с тем, что праздник Ушана-Раба считается днем суда над всеми народами. Вот мы проходим Рорушана, да, это также сотворение мира, имеющее отношение ко всему миру. Мы проходим Йом-Кипур, это раскаяние, день, который духовной работы, это духовная работа еврейского народа. И вот приходим к Суккот. Опять же, приходим к Суккот. В конце Суккот особенно подчеркивается, что это день, имеющий отношение ко всему миру. Праздник, день, полупраздничный день, посвященный суду над всеми народами. Равзеев, простите ради Бога. Пожалуйста. Что я позволяю себе вас поправить. 7 октября это был Симхестойра, Шминиацер. О, правильно. Это не было Ушана-Раба. Совершенно верно. Совершенно верно. Я, может быть, не так как-то начал, но я держу это в голове. Я держу это в голове. Совершенно верно. Совершенно верно. Это очень важно. И очень существенное выправление. Очень существенное добавление. Я держу это в голове. Это следующий ход. Очень правильно. Очень правильно вмешались посередине. И этот момент нужно подчеркнуть. Вот мы сейчас поговорим о Шана-Раба. То, что было в 1946 году. А затем сделаем ход непростой и тяжелый к событиям 7 октября прошлого года. И это действительно, как вы правильно отметили, это Шминиацерит. Теперь, чем примечательен 1946 год 16 октября Ушана-Раба, чем это примечательно? Тем, что мы с вами можем представить себе, что в этот день были казнены нацистские преступники. И, как вы знаете, намек на то, что 10 человек, похожих на сыновей Амана, будут когда-то повешены, так же, как были повешены сыновья Амана, содержится в свитке Истер. Я напоминаю вам то, что я думаю, что вы хорошо знаете, для того, чтобы потом вместе сделать, как-то подумать над выводами из ситуации. Когда у нас в свитке Истер записаны имена сыновей Амана, то здесь есть маленькие буквы и большая буква. Маленькие буквы – это, как мы здесь с вами, как здесь отмечено, это Ташаз. Ташаз – маленькие буквы, а большая буква – Вав. И это читается так, Вав шестое тысячелетие, то есть пятитысячные годы. А какой год из этих пятитысячных лет? Это Ташаз, это 707 год, соответствует 1946 году. То есть фактически год казни нацистских преступников записан здесь в свитке Истер. Интересно, что Истер обращается, после того, как приведен этот список, Истер обращается к Ахашвирошу и просит повесить 10 сыновей Амана. И можно было подумать, что они казнены. Можно было подумать, что они казнены, и она просит в назиндание всем врагам еврейского народа повесить их. Она это просит Ахашвирошу. Но это только такое, скажем, объяснение поверхностное, более глубокое объяснение. Сыновья Амана записаны в столбик. В том порядке, в каком их повесили на высоком дереве одного за другим, они как бы уже висят. И тогда мы понимаем, что в свитке Истер есть намек на то, что Истер просит у Всевышнего. Да, мы знаем, что Истер, даже обращаясь к царю, она имела в виду Всевышнего произнося. Амелих царь. Амелих царь, она имела в виду Всевышнего. И она просит у Всевышнего, чтобы десять сыновей Аманы, какие-то другие, о которых, видимо, она что-то предполагает, по крайней мере, как женщина, обладающая пророческим даром, она просит, чтобы они были повешены. И вот это намек свитки Истер. И нам это нужно. Нам это нужно обязательно. И намек на то, что их повесят свитки Истер. И дата, это дата, Мушанар Аббасу, да, над всеми народами. И теперь сделаем шаг. Я скажу вам, что я ни на чем не настаиваю, я делюсь своими соображениями. Тут можно соглашаться или нет, для меня это очень сильно, практически очевидно. Вы можете не согласиться и по-своему увидеть эти события. То, что мне здесь видится, то, что Шмуэльвэл наполнил нам, что 7 октября это ж меня целит. Это следующий день за Ушанараба. И тут представляется, мне представляется вот такой непростой ход. Вот, да, в книге Ваикра, да, сейчас я попробую найти, я где-то выписал всё-таки эту цитату. Вот сейчас я не вижу её, да, сейчас я не вижу эту цитату, а выписал для вас специально, ну, в крайнем случае, по памяти. В книге Ваикра говорится, да, что Всевышний, требуя изгнать народы мира из земли Израиля, говорит так, а если не изгоните их, то они будут вам шипами в глазах и колючками на дороге, да. И как я предполагал сделать им, я сделаю вам. И вот мне кажется, что эта история с Магилат и Стер, да, и сами даты, да, они звучат, так сказать, очень поучительно для нас. Что мы отсюда можем выучить, да, что Всевышний сделал нам великую милость, так же, как он сделал в Персии. Если он в Персии избавил народ от уничтожения, то в катастрофу он, к великому сожалению, по мере суда не избавил народ от уничтожения, но он показал, да, показал, что его милость была с нами так же, как она была в Персии. Не полностью действовала, не полностью раскрылась, но она была с нами, да, и десять сыновей Амана были повешены. И были повешены тогда, когда, в день, когда идёт суд над народами мира, то есть Всевышний произвёл этот суд над народами мира, он произвёл так или иначе. Более того, он показал, что он и в дальнейшем будет производить суд над народами мира, которые поставили своей целью истребить еврейский народ. Вот эта как бы дата, она такая, на мой взгляд, очень существенная, привязанная к свитку Эстер. Теперь, наши тяжёлые события 23-го года выпали на Шмине Ацерет. Почему здесь видится эта дата? Так как я полагал сделать им, я сделаю вам. Шмине Ацерет – это день завершения суда для еврейского народа. И даже уже не суда, здесь в Шмине Ацерет действует великая милость после Рожешана, после Ёмкипура, после праздника Суккот, когда народ исполняет столько заповедей. Есть такое ощущение приближения ко Всевышнему, здесь действует как бы заключительный день, восьмой, Шмине Ацерет, которые говорят, что он похож на то, как Всевышний пригласил, или царь, скажем, пригласил гостей, и вот пришли гости, и они постепенно расходятся, и царь остаётся со своими сыновьями, только с семьёй, с близкими, а гости разошлись. Это Шмине Ацерет, да, то есть это личное отношение сыновей Израиля со Всевышним, да, вот. И тут происходят такие события, да. Почему? Да. Потому что сказано, да, как я полагал сделать им, я сделаю вам, да. Надо было бы истребить эти народы, надо было бы завершить суд над ними, но вы сами, как бы, да, не пошли по этому пути, по пути не сделали это, и теперь вот мера суда обрушилась на вас в тот день, который говорит об особенности еврейского народа, о его выделенности среди народов, среди народов мира, день особых отношений со Всевышним, который должен был быть днём особой защиты, он превратился в день тяжёлого наказания. Как я полагал сделать им, в ушана раба, и сделал, и начал делать, так я сделал вам, да, вот, за что, да, мы можем отсюда сделать конкретные выводы, да, как бы события нам говорят об этом, да, вот. Мы просто, мы забыли о том, что мы народ, мы забыли о том, что мы народ особый, да, и что мы противостоим всему миру, так или иначе, да, и что наша важнейшая задача – это просто выжить, сохранить себя. Дальше можно говорить о влиянии на весь мир, дальше можно говорить о той духовности, которая должна быть у народа, но первейшая задача – это, первейшая задача – это выжить, да, и вот это слово «выжить», это понятие «выжить», оно уже само по себе говорит о том, что мы народ особый, да. Представляется, что эти события в Ше-Мине-Ацерен поставили точку в этой идеологии, которая развивалась в Израиле на протяжении как минимум 30 лет, можно говорить и больше, но как минимум 30 последних лет с заключением договора посла в 1995 году, да, вот давайте себе представим, да, 1995 год, Советский Союз развалился, Рейген называл, Рейген назывался Советский Союз империей зла, да, и вот Союз развалился, больше миллиона евреев, или, скажем, миллион евреев, почти миллион евреев приехали в Израиль в то время, когда население Израиля на тот момент составляло 4 миллиона, да, и Рейген, который стал главой у правительства в 1992 году, он говорит о том, что закончилась одна эпоха, началась другая эпоха, закончилась эпоха противостояния еврейскому народу, всему миру, закончилась эпоха антисемитизма, больше нету Советского Союза, империи зла, и эта речь звучит на фоне тяжелого положения в арабских странах, когда они разваливаются, когда диктатуры, так сказать, коммунистические диктатуры, утвержденные Советским Союзом в арабских странах, начинают разваливаться одна за другой, в Израиле ощущают, что угрозы больше нету, почему и как, это надо было бы спросить лидеров и тогда, и сегодня, почему они решили, что больше нету угрозы Израиля, но это ощущение, и Равин говорит о том, что нужно пересмотреть и отношение ко всему миру, и к воспитанию молодежи, что молодежь теперь нужно воспитывать в таком духе, что мы граждане мира, а не в духе, что мы народ обособленный, который должен постоянно держать оборону. Это та речь, которую он произносит в 92-м году, это речь концептуальная, и можно сейчас не говорить о всех тех беззаконных шагах, которые привели к заключению договора Фосла, то, что больше интересует, по крайней мере, то, что больше меня интересует в этом вопросе, это идеология, идеология новые концепции возможности сосуществования с врагом, с арабами, что, скажем, с врагом можно заключить договор, сразу выясняется, что враг не очень-то выполняет свои обещания, не очень придерживается договоров. Как мы помним, организация освобождения Палестины, в главе которой стоит Ясер Арафат, она не убирает пункт из своей хартии об уничтожении Израиля как главной цели организации. Ну, ничего, ладно, дети, малые дети, чем бы ни тешились, их можно будет усмирить, их можно будет купить за деньги, и здесь отсутствует понимание того, что еще, наверное, где-то 60 лет назад определил раб-соловечек, он определил арабов, имея в виду тех, кто придерживается ислама, он определил как амалека. Он говорил о том, что в его статье «Шесть ударов» он говорит о том, что амалек – это понятие не физическое, это не гены, которые передаются там по крови от папы к сыну, как у народов мира считается по родителям, это идеологическая направленность. И он говорит, что, скажем, что амалек отличается тем, что от него невозможно откупиться, и глубина, конечно, этой проблемы нерелигиозными лидерами, она не могла быть замечена, она не могла быть принята во внимание. Те, кто не прислушиваются к Торе, я не говорю к ее законам, к ее идеям, те, кто не прислушиваются к мудрецам, которые в свете Торы видят обстановку, они совершенно не в состоянии оценивать происходящее событие. И все концепции, которые они вырабатывают, стоя во главе у власти, являются концепциями ошибочными, губительными, и прежде всего это возможность вот такого мирного существования на основе договоров с арабами. Мы помним, что сразу эти договоры идут, так сказать, под откос, что взрываются автобусы, начинается террор, но что раби называют погибших жертвами мира? И здесь не только оскорбление памяти погибших, здесь глубокое непонимание того, что этот процесс никуда не приведет, кроме большой трагедии. Это непонимание связано с тем, что человеку очень трудно отказаться от своих концепций. Мы помним с вами и тех коммунистов, которые отсидели в стадинских лагерях и остались верными сталинистами. Это чува, раскаяние считается самой трудной заповедью. Изменить свою, так сказать, идеологию человеку очень трудно. Для этого он должен сказать, что он прожил жизнь неправильно, он ошибался, а это мало кто способен сделать. Здесь, скажем, да, вот, и, скажем, Рабин, он в этом плане самый яркий пример. Вместо того, чтобы остановиться, вместо того, чтобы увидеть происходящее, он говорит, что это процесс мира, и на путь к миру, и на этом пути есть жертва. Я пересказываю вам вещи, которые вы, может быть, хорошо знаете не для того, чтобы занять ваше время, а вместе осознать основную линию происходящего и сделать основные выводы и извлечь основные уроки. Так что есть концепция, есть концепция вот такого мирного существования с врагом, с подкупить его, задобрить, отдать ему то, что он хочет, территории, заплатить ему деньгами. Рав Соловечик определил, что это Амалек, и от него никакими деньгами, ничем от него нельзя будет откупиться. От Осло мы с вами приходим к процессу размежевания, который является продолжением этой идеологии, что пойти на какие-то уступки, даже серьезные, арабам, это позволит существовать бок о бок с ними. И, скажем, процесс размежевания, я напоминаю, что это 2005 год, это уход из сектора Азы, это оставление вот этого коридора филадельского вопреки всем договорам, просто бегство оттуда. Они привели к сегодняшней ситуации не только они, а концепция. Концепция то, что с врагом, с Амалеком можно существовать мирно, совершенно ошибочная концепция, они привели к этому. Почему? Потому что на бесконечные деньги, бесконечный бетон, который посылался в Азу с таким пренебрежением как бы к жестокому врагу, пренебрежению к его хитрости, это все привело к настоящей ситуации. За это время, за 30 лет, начиная с самого начала, была воспитана целая плеяда и политиков, и высшего командования, которые исходят из той же концепции. Ну, мы гораздо выше, мы гораздо сильнее, а там, чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно нас не беспокоило. Это и от этой концепции мы не отказались сегодня. Мне представляется, что вот этот урок, да, Шмини Ацерет, когда этот праздник, когда мы, что не случайно на него пришлись эти тяжелые события. То есть, понятно, что с такой материальной точки зрения можно увидеть, и справедливо, почему это произошло именно в этот праздник. И приводится целый ряд причин. Некоторые говорят, что вот эта музыка на природе, собрание евреев в близости от забора газа, оно спровоцировало эту, так сказать, спровоцировало эту атаку. Все можно рассудить, и все будет правильно. Если смотреть глазами, как бы, духовными, не материальными, а духовными, то Шмини Ацерет – день особенностей еврейского народа, день выделенности его, день особой милости Всевышнего перевернулся совершенно в другое, перевернулся в день, когда, как я полагал сделать им, когда удар должен был, должно было быть продолжение удара по всем врагам Израиля, на следующий день был удар по Израилю. И, опять же, это не просто разговор для того, чтобы там отметить какие-то даты. Я думаю, что это тот урок, который усвоили многие и многие израильтяне. Первый урок – мы – особый народ, и наша задача, наша задача выживания, она остаётся прежней. Дальше можно говорить о том, что такое выживание каждый, и стоит ли просто, стоит ли просто выживать для того, чтобы сидеть, скажем, в закрытом подвале, с закрытыми окнами. Всё это можно обсудить, но основной вывод, что задача выживания особого народа, который, в общем-то, противостоит всему миру, эта задача никуда не ушла. И хотелось бы, чтобы это понятие, понимание того, что есть общая задача выживания, она бы сплотила сплотила наш народ. И я попробую потом поговорить о том, что значит сплотила, как идея выживания может сплотить народ. Может быть, мы к этому постараемся с вами вернуться. Итак, пока, значит, первый наш вывод или вывод, который я предлагаю, вы можете с ним не согласиться, есть праздник Суккот, который заканчивается днем суда над всеми народами мира. Не случайно в этот день были повешены десять нацистских преступников, о которых есть намек в книге Эстер. И не случайно на следующий день, день, который подчеркивает особенности ивейского народа, о котором можно сказать «Ам-ли-вадад-я-шеф», народ будет сидеть отдельно от всех других народов. Не случайно на этот день приходится такой удар, о котором можно сказать, как я полагал сделать им, я сделаю вам, потому что вы их не изгнали. А здесь еще больше, чем не изгнали. Вы решили, что вы народ, вот как все народы, и можете жить так же, как все, и что вы можете договориться со самым страшным врагом. И этим определяется вот этот день, шмини-а-целит, как день, который упал на нас с небес. И вот, оказывается, здесь на иврите я выписал то, что я искал в Бемидбар, это говорится, в 33 главе. «Ба-я-ка-шер-демити-ла-сот-ла-эм, и как я думал сделать им, я сделаю вам, потому что вы их не изгнали». А зачем нужно изгнать народы? Зачем нужно изгнать народы? Тора дает самую вескую и главную причину, чтобы они не влияли на вас, чтобы вы не научились делать так, как они. Потому что, если вы будете жить с бок о бок с ними, то это неизбежно. Вы будете заключать с ними договоры, а потом вы с ними будете заключать брачные договоры, и вся их испорченность, она вольется в вас. И Всевышний говорит, как я полагал сделать им, я сделаю вам. Как бы мера за меру. Вы не захотели избавиться от них, вы получите такой же удар, который я планировал нанести им. А я планировал нанести им удар. Но что? Как всегда, все зависит от еврейского народа. Вы не захотели. Вы заключали с ними договоры. И поэтому сила удара, она обрушилась не на них, должна была обрушиться на них, а обрушилась на вас. И вот в связи с этим еще раз я прошу прощения, что я возвращаюсь, но как бы здесь мне самому очень трудно объяснить, что вот отсюда мы видим, что тот день или на следующий день после того, как должен был бы быть удар по нашим врагам, удар пришелся пришелся по нам. Теперь вот мы помним с вами, мы помним с вами, что тут тоже где-то я выписал для вас, я прошу прощения, немножко как-то может быть, да, вот, просто выписал для вас сообщение, что Мухаммад Дав назвал атаку на Израиль, причина атаки на Израиль это осквернение мечети Эль-Акса, и он призвал всех арабов Израиля присоединиться к этой атаке. Мы помним, что такое название рекламное, так сказать, этому страшному злодейству, оно было дано, и эта операция Храмаса, если так позволено сказать, была названа Мабуль Эль-Акса, потоп, потоп, потоп Эль-Аксы или потоп из-за Эль-Аксы. Мы сейчас всю землю превратим в потоп, да, вот, из-за того, что мы осквернили мечети Эль-Акса, да. И здесь нужно учесть еще, еще один момент, который связан с, который связан с предыдущим, с предыдущим моментом, так же, как нам не удастся избежать, да, как бы отказаться от того, что мы избранный народ, народ особый, народ, который избранный, да, скажем, не будем сейчас вдаваться подробно в эту в эту идею, да, разбирать эту идею, мы избранный народ, и нам не удастся избежать этого, так же нам не удастся избежать проблемы храмовой горы, да, проблема храмовой горы будет вставать постоянно перед нами, да, до тех пор, пока мы ее, пока мы ее не решим, тем или иным, скорее всего, силовым способом, да, и, да, и не случайно вот это название потоп, потоп эляксы, да, потому что наша избранность народа, она связана с храмом, не только с тем, что мы соблюдаем заповеди, не только с тем, что мы здесь ходим по святой земле, это все правильно, замечательно и прекрасно, наша избранность связана с храмом, который, из которого должно распространяться благословение на весь народ и на всю, на всю, на всю землю, на всю землю Израиля и на все, на все народы, да, и это один из наших главных промоков после шестидневной войны, да, и, а тут можно вернуться к шестидневной войне, мы начали с договоров Ослы и Размежевания, можно вернуться к шестидневной войне и представить себе, что мы, как народ, ничего не поняли после шестидневной войны, да, и это непонимание продолжается до сих пор, территории, которые отошли к нам в руки, пытались, пытались их всеми силами, правдами, неправдами отдать, кому-нибудь не получилось, потому что Всевышний воспрепятствовал, воспрепятствовал этому, до сих пор Израиль не распространил свою юрисдикцию на территории, которые к нему отошли в шестьдесят седьмом году, и формально на этих территориях действует, как вы знаете, закон военной администрации. Естественно, что в поселениях в них действует израильский закон, но это как бы де-факто, а не де-юро. Юра, здесь всем распоряжается военная администрация. И религиозный мир тоже не сразу, далеко не сразу осознал, что нужно заселять территории, что нужно за них бороться, что заповедь завоевания земли, она не заканчивается, не ограничивается военными действиями, что завоевание земли, оно неотделимо от ее заселения. И только в конце семидесятых годов, можно говорить, в начале восьмидесятых годов, в конце семидесятых годов возникло движение Гуш и Муним, которое было направлено на заселение территории. Его начали несколько человек учеников Мерказа Рав, Ешивы, созданной Равом Куком и в то время возглавляемым его сыном Рав Цви Иуда. Рав Цви Иуда не был инициатором этого движения, но он принял в нем участие, так же, как его ученики, лежал на земле, его носила полиция, уносила из тех территорий, где они хотели построить дома. И осознание того, что любой подарок он обязывает, любой дар он обязывает, от любого дара невозможно освободиться, это повлечет за собой катастрофические последствия, осознание этого, оно не пришло тогда, и оно до сих пор, я не говорю об отдельных людях, об инициаторах движения, это осознание не пришло к народу целиком, оно не пришло и до сих пор. И я уже не говорю об осознании того, что мы обязаны двигаться в направлении строительства храма и как божественное провидение потоп Элякса повернул события совершенно в другом направлении, не в том, которым предполагали арабы. На храмовой горе нету арабов, нету их молитвы, там не собираются десятки, а то и сотни тысяч арабов, этого нету. Есть возможность евреям подняться и молиться, если кто-то не в курсе, то я напомню, что до этих событий молитва на храмовой горе была запрещена, даже губами было трудно пошевелить, потому что сразу говорили, зачем ты молишься, вот мы тебя предупреждаем, если не прекратишь, мы тебя выкинем отсюда, а то и арестуем. Это была обстановка на храмовой, была обстановка на храмовой горе, сейчас можно молиться, полную молитву, может быть, немножко торопит, хорошо, и то не всегда, и можно исполнить заповедь, распростереться перед Всевышним, которую сегодня можно исполнить только с восточной стороны храма. То, что я заметил, и то, о чем хотелось бы сказать, это реакция части евреев. Также, мне кажется, связанная с непониманием, с тем непониманием, которое нам придется преодолеть. Я столкнулся с тем, что люди распростираются на храмовой горе, это называют фанатизмом, это неэстетично. Кто-то написал мне в Фейсбук, что я, как еврейская мама, против того, чтобы распростирались в белых рубашках, при этом она использовала, эта женщина использовала совершенно неприличные выражения. И вот это мелочь мне представляется, что мы до сих пор еще не пришли к простому пониманию. Мы здесь, мы здесь вместе, и мы по отдельности здесь не выживем, и наша переочередная задача – это выжить. Потом можно думать, для чего выжить. Как каждый понимает выживание, просто физическое существование, чтобы есть мясо и зелень. И смотреть телевизор вряд ли кто-либо из нас назовет это выживанием. Можно это понятие выживания дальше расширять, но первоочередная задача – это выжить. А для того, чтобы выжить, нужно быть терпимыми, особенно к тем людям, которые стремятся к хорошему, стремятся к духовности. И почему это действие должно вызывать какое-то разражение, какой-то протест, когда в Йом-Кипур весь народ в синагогах делает то же самое, только подстилает полотенце, как это положено по закону, потому что на камнях можно распростираться только на территории храма. Совершенно непонятно. Непонятно. И когда постоянно возвращаются к беспричиной ненависти и говорят о камце и бар камце, совершенно не понимая ни этой годы, ни того, что там произошло, это сейчас совершенно неважно. Просто это превращается в какое-то начёчничество. Хамце и бар камце. А что с нами? А что с нами? Неужели мы не можем существовать вместе? Тот урод, который следовало бы усвоить всем религиозным людям, просто глубоко понять это, что ты на сегодняшний день не можешь предъявить никакие требования к человеку, который не соблюдает закон. ты можешь с ним разговаривать, ты можешь его убеждать, но он называется пленённым младенцем, человеком, который вырос вне еврейской традиции, он не несёт ответственности, до тех пор, пока он сам не решает соблюдать закон, сам у него не появляется вера, он не решает соблюдать закон, он называется пленённый младенец, и от него нельзя ничего потребовать, ни соблюдение субботы, ни еды кашрута, я хочу, хорошо, ну так я хочу, взгляд торы на вещи, я не могу на него давить, я не могу на него заставлять, что я могу, единственное, что я могу потребовать от него, это выживать вместе, как просто закон природы, оттерпимо относиться друг к другу, к обычаям, привычкам, и вместе защищать эту страну, и думать, как её продвинуть в экономическом, культурном, военном положении, в отношении продвинуть всем вместе, да, это единственное, то, что нас может спасти, да, и это 7 октября, день, когда народ, подчёркивается особенность еврейского народа, его выделенность среди других народов, да, это всего народа вместе, включая этих пленённых младенцев, да, включая всех, да, и включая тех, тех религиозных людей, которые являются также пленёнными младенцами в отношении многих заповедей, потому что они не понимают ни заповеди проживания в земле Израиля, ни заповеди построения храма, да, ни заповеди служить в армии, они тоже пленённые младенцы, не в отношении всей Торы, а в отношении части, части Торы, да, и весь народ, это народ Шмини Ацерит, народ восьмого дня, он весь выделен, он весь избран, да, и он обязан выжить, а для того, чтобы выжить, надо посмотреть на себя как на единый народ и единый народ, а дальше Всевышний нас будет продвигать и в освоении территории, и в построении храма, да, постоянно будет нам указывать и создавать такие ситуации, когда мы не можем отказаться от его дара, который он нам дает, да, вот, еще 30 лет назад, я не хочу выглядеть пророком, упаси Бог, и вообще просто, но, исходя из простого понимания, 30 лет назад я написал, что храм станет, что храм Бая Гора станет нашей острейшей, серьезнейшей проблемой в ближайшие годы, не произошло в ближайшие годы, произошло сейчас, да, вот, и слава Богу, мы продвинулись и получили то, что мы не могли получить до сих пор на протяжении многих лет молиться, молиться в этом святом месте, молиться за наших солдат, за наших воинов, за пленных, да, мы не могли это делать, да, и сейчас мы можем делать это делать открыто, забыть распростираться, ну, ну, послушайте, ну, вам не нравится, так хорошо, да, придите в синагогу в Йом-ки-пур, поймите что-то для себя, откуда эта заповедь, как она сегодня, как она сегодня вошла в наши обычаи, да, давайте как-то постараемся понять друг друга, да, это наш единственный, единственный выход, вот, скажем, да, и я прошу прощения за нескромность, я не удержался, вот, привел свою фотографию от последнего посещения, посещения храмовой горы, которое дает очень-очень много души, особенно сейчас, когда можно молиться, да, вот, вы можете увидеть, что обстановка здесь спокойная, совершенно, никто не давит, полиция не торопит, вот, и можно произнести все молитвы, понимаете, теперь, вот, я приготовил еще для вас какие-то моменты, но давайте мы это оставим на на следующий раз, да, мне представляется, что важнейшей задачей для нас является выйти на выйти на диалог, да, выйти на диалог, научиться разговаривать друг с другом, научиться понимать друг друга, вот, потому что я пока не вижу в Израиле, чтобы шел диалог между разными отдельными группами, опять же, я говорю, да, что диалог начинается с того, что ты понимаешь, что он тебе другой по отношению к тебе, он ничего тебе не должен, он никому ничего не должен, кроме одного, мы живем здесь, и мы вместе должны выжить, да, если он не хочет выживать, ну, я даже не знаю, что ему сказать, и как к нему относиться, вот, это, значит, да, прошу прощения, может быть, за несколько сбивчивый рассказ, идеи очень трудные, новые, да, они еще более трудные для изложения, чем разбор текстов пророков, да, и вот, прежде чем мы перейдем с вами к обсуждению, которое, я надеюсь, что оно состоится, хочу подчеркнуть несколько моментов, что, так сказать, рисунок происходящих событий, он представляется таким, да, что вместо того, чтобы нанести удар по народу мира, Всевышний нанес его по нам, так как сказано, то, что я полагал сделать им, я сделаю вам, потому что, да, все зависит от вас, да, от вашего отношения к ситуации, понимаете ли вы, то, что вы избранный народ, и то, что в святой земле вы должны установить свою власть и построить храм, если вы это не понимаете, то удар приходится по вам, но, как сказано в книге Искеля, в крови своей живи, в крови твоей живи, имеется в виду, что даже из тяжелых событий, даже из тяжелых событий мы встаем, поднимаемся с каким-то новым достижением, кровь, о которой говорится в Искеле, это кровь рождения, есть что-то новое, да, и вот то, что сегодня зарождается на храмовой горе, да, это нечто, нечто новое, как бы выросшее из этих тяжелых событий 7 октября, и есть надежда, что то, что еще вырастет из этого 7 октября, да, может быть, не сразу, постепенно, это понимание того, что мы особый народ, и то, что нас объединяет, это, по крайней мере, то, что мы все противостоим миру, противостоим всему миру, я не буду говорить вам о том, как во всем мире поддерживают Хамас, совершенно неожиданно и так далее, вот, естественно, не все, да, но сама по себе эта тенденция, на удивительно просто, то, что можно поддерживать такое зверство, злодейство, вот, я не буду вам обо всем этом упоминать, вот, я хочу зафиксировать такие два момента, то, что я полагал сделать им, я сделаю вам, но из, это тяжелое, тяжелое время, но из него, именно из этого времени, тяжелого Израиль спасется, как говорит пророк Ишаяху, но при этом, при этом он имеет в виду, что спасется как, осмыслит то, что произошло, и вот нам нужно было бы понять такие вот основные моменты, да, земля Израиля, подарок Всевышнего в 67-м году, храм, да, и мы как особый народ, все, я здесь остановился, и нажимаю Stop Share, вижу ваши квадратики, буду рад любым вашим, любым вашим замечаниям. Розеев, я хотел бы добавить, что за неделю, за две до 7 октября в Тель-Авиве впервые, на моей памяти, во всяком случае, была разогнана общественная молитва, А в этом году, не дожидаясь, когда наступит Йонг-Кипур, Мерия Тель-Авива уже заявила, что она запрещает общественную молитву, дабы избежать возможных беспорядков. Да, я понимаю, то есть вы говорите об обратном процессе, да? К сожалению, да. Я надеюсь, очень надеюсь, что вот эти обратные силы, да, они исходят откуда-то от политиков, от верхушки, и что они совершенно не отражают, как говорят, чаяния народа, ощущения народа. очень надеюсь на это. да, да, вот, скажем, да, и мне представляется, да, ну, со своей стороны, со своей стороны, да, как можно меньше противодействия, как можно больше понимания другой стороны и попытки диалога. Как это не трудно, да, мне так представляется, да, несмотря на то, что мой характер совершенно другой, да, это нетерпимость, нетерпимость ко всем, вот, проявлением вот такого, можно сказать, зла, да, вот, но мне кажется, что в этой ситуации, в этой обстановке нужно искать какие-то точки сближения даже в самых невероятных ситуациях, да, вот, хотя, то, что вы говорите, естественно, это очень печально, это очень трудно. Мы еще посмотрим, что будет на емкий курт, может, еще все изменится. Там, я знаю одно, что как раз на этой площади именно сделали религиозные палатки и постоянно сейчас молятся, так что есть и обратные тенденции, есть, есть. Равзиев, не, вы просто дали надежду и очень хочется верить, потому что вот эта идея выживания, как бы она внешне не смотрелась немножечко так банально, примитивно, но это что-то в этом есть, в этом есть какая-то глубина, какая-то база, и я очень надеюсь, что так. для меня это вообще было восприятие как некого второго холокоста. У меня еще диссонанс был, мне избрали хатаном тара, я там пляшу вовсю, вот, а в это время происходит, то, что происходило, в общем, полный диссонанс такой был, вот, и то есть это для меня это как холокост второй произошел, и вот, можно, как вы считаете, что, в принципе, после холокоста возродилось государство, да, вот, и там тоже стояла идея объединения, выживания среди арабского окружения, что сейчас поменялось, какое отличие, как вы видите, вот, когда образовывалось государство, когда действительно было выживание, и сейчас, что у нас накопилось, как вы считаете? Я постараюсь ответить на ваш вопрос, но давайте мы сначала дадим высказаться Тимофею, он поднимал руку, и очень обидно было бы, если он не успеет высказаться, я постараюсь ответить, да. Хорошо, хорошо. Да, спасибо большое, как раз-таки собрался отключаться, надо уже, если можно, короткий вопрос, я так понимаю, в какой-то мере готов понять нерелигиозных людей, кому все это, может, не очень близко, в другой среде воспитывались, но я смотрю, что очень многие религиозные люди как бы не особо эту идею воспринимают, вот, из числа харидим, говорят, что туда нельзя подниматься, вот, как это явление объяснить, уж они-то точно разбираются, ну, должны как-то ощущать, что Всевышний хочет от народа. Целая сепура жестоко, вы говорили об этом, жара в день. Хорошо, я постараюсь коротко, да, вот, это колоссальная ошибка, что религиозный мир, харидимный мир, там есть понимание всего, там есть понимание чего-то, отдельных каких-то фрагментов, фрагментов иудаизма, да, понимание это непростая вещь, это мировоззрение, это взгляд на вещи, да, вот, и многие, скажем, многие проблемы там не понимаются, не понимаются совершенно, полностью, я не случайно назвал их плененными плоденцами в отношении некоторых моментов, например, заповеди «Жизнь земли Израиля», да, утверждается, что такой заповеди нет, несмотря на то, что она записана в шуха нарухе, заповедь защищать своего ближнего, да, скажем, если, есть в нашей недавней истории такой человек, который недавно ушел из жизни, великий каббалист, да, его называют Хахам Яшуа, человек, который воспитывался среди, ну, плеяды мудрецов, великих мудрецов Израиля, да, пошел в спецназ, да, воевал в 73-м году, стал героем Израиля, невероятным, не было такого просто человека, который совершал такие вещи, я постараюсь про него рассказать, он же при этом каббалист, он обошел всех равинов, спросил, как они посмотрят на то, что он пойдет исполнять главную заповедь, да, главную заповедь защиты земли Израиля, сам Раф Ильяшев и тот же Раф Свияуда, он был с ними советовался, они ему сказали, давай, ты прав, из этого понятно, что верхушка Харидиного мира, да, верх, так сказать, он все понимает, они просто не могут справиться с тем мировоззрением, которое сложилось в Харидинной среде, и которое невозможно преодолеть, да, Харидинный мир живет обычаями и не живет Галахой, совершенно, просто обычаями, так как удобно, да, удобно не подниматься на храмовую гору, чтобы не было проблем, значит, запретят подниматься на храмовую гору, придумают тысячу причин, удобно сказать, что еврей может жить в любом месте, лишь бы ему удобно было учить Тору, значит, скажут, несмотря на то, что в Шухана Рухе записана заповедь жить в земле Израиля, и так далее в тысячи мест, да, удобно, чтобы сказать, что женщинам не нужно образование, скажут, несмотря на то, что понятно, что это абсурдное заявление, которое противоречит Галахе, да, это мир, который живет по обычаям, так же, как хасидский мир, он не живет по Галахе, а живет по обычаям, и с этим нечего делать, просто, да, единственное, что можно стараться разговаривать и можно стараться объяснить, что у нас есть общая задача, которую невозможно оспорить, это выживание, да, а потом можно думать о том, что такое жизнь, да, и искать ее ценность, приоритеты, приоритеты жизненных ценностей и так далее, это все можно делать после того, как мы решим, что мы должны выжить, так что, значит, я хочу вот сказать, да, что мне как-то сказала одна русскоговорящая женщина, ну, Харидим – это святое, это еврейские монахи, да, вот, ну, что я могу сказать, то промолчать, вот, то, что просил Михаэль соотнестись с этим, да, какая разница между произошедшим и Холокостом, ну, понятно, что разница, она огромная, что, несмотря на то, что говорят, что Израиль встал перед проблемой существования, я думаю, что это преувеличение существованию Израиля ничто не угрожает, ни Хамас, ни Америка, ни Хизбалла, они все очень далеки от того, чтобы пошатнуть основы Израиля. Можно говорить об этом, может, даже иногда нужно, чтобы как-то содрогнуться, да, попустить себе в голову, но это далеко от реалии, да, и, скажем, да, и отличие от Холокоста, оно, прежде всего, да, зверство, которое было проявлено арабами, оно и не идет в сравнение даже с нацистами, да, они не ставили перед собой таких задач нацисты, да, они ставили задачу истребить, унизить евреев, да, но не унизить евреев, но то, что было сделано 7 октября, это превзошло Холохоз. В этом как бы отличие, другое отличие, да, которое нас волнует, мы видим, мы видим, что мы остались народом, да, что у нас есть, у нас есть государство, которое способно, да, и со всеми проблемами, со всеми промахами, оно думает о каждом еврее, о возвращении каждого пленного, о защите каждого еврея, отомстить за каждого убитого еврея, отомстить тем, кто конкретно это сделал, и это наша страна, которая никуда не делась, ее основы никуда не покачнулись, несмотря на все, что больно и обидно, несмотря на все промахи, граничащие с предательством в всей военной верхушке, страна осталась страной, народ остался народом, и ничто его не поколеблет, и что не сможет поколебать, вот, если нету понимания того, что земля это наша, и мы обязаны владеть, что храм мы обязаны построить так или иначе, если нет этого понимания, то понимание того, что еврей не может быть убит безнаказанно, это понимание осталось, понимание сохранилось, это великая вещь, великая вещь, есть страна, которая говорит, да, я отвечаю за каждого еврея, да, потом, как всегда, бывают промахи и все, но само заявление, да, я отвечаю за каждого еврея, он вам не, он вам не эвкер, он не какое-то бесхозное имущество, да, которое можно бросить, убить, бросить, вот, нет, да, я отвечаю за каждого еврея, это позиция, позиция государства, да, и хотелось бы, чтобы она была более реальной, более обоснованной, но позиция осталась позицией, и в этом принципиальное отличие не катастрофы, от катастрофы, да, государство должно вернуть достоинство еврейскому народу, и оно, в общем-то, как-то на том или ином уровне это понимает, да, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что мы, как в той же Мгелат-Эстер, сказано, что мы начали подниматься, а когда еврейский народ поднимается, его уже никто не может остановить, будем надеяться, хорошо, вот, ладно, Равзиев, еще один вопрос, то есть, мы яму прошли, вы хотите сказать, все, да, то есть, это было самое низ падения, то есть, дальше падать некуда, да, мне трудно сказать, я надеюсь на это, вижу, и вижу то, что я вижу, скажем, да, я вам говорю, что я работаю там солдатами на психологической поддержке, то, что я вижу, да, есть колоссальная прочность у народа, колоссальная, да, Баруха, Баруха, то, что солдатами вы рассказали, это, конечно, удивительно, это очень показательно, спасибо, вот, я просто предлагаю, да, всегда, как бы, лозунги должны быть, лозунги быть простыми, да, как, да, для авдилю советских, да, хлеб, там, народом, или как там, хлеб голодным, это очень, очень интересная идея, очень, да, наш лозунг, наш лозунг, мы должны выжить, да, дальше поговорим о том, кто как понимает дальнейшую жизнь, хорошо, спасибо, спасибо большое, а выжить, это не простое слово, это за ним стоит, то, что мы народ особый, почему должны выжить, то, что мы народ особый, мы столкнулись с чем-то, то, что подчеркивает нашу особенность, мы все вместе должны выжить, потому что мы народ особый, хорошо, спасибо большое за внимание, я очень надеюсь, что не потратил ваше время, мы вернемся к пророкам, то, что я считаю первостепенной задачей, вот, но как-то вот невозможно было пройти этот момент, спасибо, спасибо вам, спасибо вам, спасибо за урок, всем счастливым, всем счастливым, ты согласен, Всех счастливых, без радости, без радости, за машинах мы все время, сейчас останавливаю, пока, ваше время,